Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В Самарской области предотвратили теракт на железной дороге. Подозреваемого сдержали сотрудники УФСБ и Росгвардии. С 1 января все поликлиники перейдут на электронные медицинские карты. Можно ли оставить бумажный вариант? С песнями и подарками. В Самаре в рейс вышли новогодние автобусы. Пассажирам подарили мандарины. Сигнальный фонарик разведчика, печка «Самарочка» и другие экспонаты, посвященные СВО. В столице региона открылась выставка «Донбасс, Россия, Самара. История и современность». В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка редких афиш, спектаклей и концертов. Экспозиция посвящена творчеству артистов Большого театра, эвакуированных в Куйбышев в годы войны. Президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета России, посвященное повышению роли и престижа педагога и наставника. В заседании принимает участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Накануне состоялся семинар-совещание по подготовке к Госсовету. Руководство одной из рабочих групп по развитию наставничества было поручено Дмитрию Азарову. Все выработанные на таких семинарах инициативы представляют президенту. По словам Дмитрия Азарова, в Самарской области в год педагога и наставника провели более 800 профильных мероприятий. Этот год дал мощнейший импульс развитию сферы образования, подготовке новых проектов, методик, разработке новых идей. На Госсовете предложили рассмотреть меры поддержки наставничества. Например, прозвучали предложения о создании соответствующей общественной организации. С января в России повышается прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Это заложено в федеральном бюджете, сообщает Социальный фонд России. В частности, это коснется и пособий для детей, размер которого вырастет на сумму от 500 до 1000 рублей в месяц и составит от 7,5 до 15 тысяч. Для беременных женщин – до 17 тысяч. Также будут повышены и другие выплаты на детей. Это в том числе касается ежемесячных выплат на первого ребенка до трех лет. Подразделение ОФСБ России по Самарской области пресекло теракт на Куйбышевской железной дороге. Подозреваемый, сторонник запрещенной в России организации «Легион свободы России», задержан 15 ноября силами ОФСБ при участии СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области. В ходе обследования по адресу его проживания обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью, компьютерная техника, а также мобильные устройства, используемые для связи с координаторами. Во время опроса задержанный подтвердил свои намерения совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги. А также раскрыл факты своей причастности к террористической организации ЛСР. На основании материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 25 Уголовного кодекса России. Самарский районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. В новогодние праздники в Самаре будет организована работа амбулаторного звена стационаров и станций скорой помощи. Для приема больных с признаками вирусных инфекций в поликлиниках будут работать фильтр-боксы. В случае появления острых симптомов ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют оставаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства. В поликлиниках будет обеспечена работа мобильных бригад для оказания медпомощи на дому. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122. Служба неотложной помощи при поликлиниках в выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 8 утра до 20 часов. В медучреждениях первичного звена продолжат работать диагностические службы и пункты вакцинации. В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефону 03, 103 и 112. Не только доставляют из пункта А в пункт Б, но и заряжают позитивом, а также вручают вкусные презенты. В Самаре в рейс вышли новогодние автобусы 34, 23, 41 и 47 маршрутов. Транспорт украшен гирляндами, кондуктор в костюме Снегурочки, а водитель Деда Мороза. Как реагируют пассажиры на инициативу транспортного предприятия в нашем сюжете. Здравствуйте, с праздником вас! С песнями и подарками в Самаре в рейс вышли новогодние автобусы. Салоны автобусов 34, 23, 41 и 47 маршрутов украшены гирляндами. Кондуктор в костюме Снегурочки, а водитель Деда Мороза. Петр Близнюк за рулем автобуса по 41 маршруту уже 4 года. Говорит, здесь второй дом, а значит нужно создать вокруг праздничную атмосферу. И самому приятнее работать, и пассажиры довольны. Мимо рынка идешь, что-нибудь смотришь, интересненькое. Раз прикупишь, повесишь. Там гирлянды где-то что-то сам собирал, как говорится, паял, лепил. С восторгом подходят, благодарят, на горячую линию благодарности присылают. Все довольны. Благодарность пассажиров тоже нам, как говорится, тепло, как говорится, на сердце становится. Самарцы к инициативе проведения акции «Новогодний маршрут», который в преддверии праздничных дней в автотранспортном предприятии стал и традиционной, относятся с энтузиазмом. Говорят, сразу создается новогоднее настроение. Очень-очень спасибо. Отлично. Вот именно праздничное. Спасибо большое за такое. Очень удивились, между прочим, максимально удивились, особенно Снегурочки. А вам так вообще? Я волнуюсь. Ну, это приятно, приятно. В данное время для жителей это очень даже хорошо. Респект таким людям, реально. Акцию поддержал и единый оператор электронного проездного. Пассажирам-школьникам сегодня раздают не только мандарины, но и транспортные карты. Все делается в преддверии новогодних праздников, для того, чтобы поднять настроение, еще раз напомнить о том, что необходимо оплачивать проезд, и даже праздничные дни не исключение. Украшенные автобусы будут выходить на маршруты до 15 января. Затем автотранспортное предприятие и профсоюз подведут итоги, проанализировав отзывы пассажиров в соцсетях. Уже сейчас обратную связь получают. Горожане рады поездкам в такой новогодней компании. Лучшим экипажем, который к тому же продемонстрирует неукоснительную вежливость, подарят праздничные сувениры. Виктория Шара и Николай Сидоров. События. Далее, коротко о других темах дня. Далее, коротко о других темах дня. Он не может оказаться от использования электронной карты, но если он решит использовать бумажный вариант, необходимо будет написать заявление. Общий объем кредитов населению достиг почти 35 триллионов рублей на начало ноября, следует из статистики Центробанка. В этом году россияне рекордно нарастили долги. За 10 месяцев кредитный портфель граждан увеличился на 6 триллионов рублей. Прирост оказался максимальным за все время ведения статистики, причем с большим отрывом. В пресс-службе Центробанка отметили, что около 60% пришлось на ипотеку, которая поддерживалась льготными программами. Росстандарт утвердил новый ГОСТ, призванный урегулировать индустрию детских квестов в стране. Теперь актерам, работающим с детьми, необходимо иметь профильное образование и предоставлять справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. За последние несколько лет в России выявили почти 9 тысяч нарушений при проведении квестов, аттракционов и эксплуатации спортивно-игровых площадок. С 29 декабря по 8 января в центре Самары будет действовать полный запрет на розничную продажу алкоголя. Это решение принято в связи с проведением праздничных мероприятий. Ограничение распространяется на определенные улицы, включая Вилоновскую от Фрунзе до Галактионовской, Галактионовскую от Ленинградской до Вилоновской, Красноармейскую от Максима Горького до Галактионовской и Чапаевскую от Красноармейской до Вилоновской. Запрет не затрагивает продажи алкоголя в заведениях общественного питания, где его можно будет приобрести и употребить на месте. Чаще всего россияне дарят своим коллегам на Новый год наборы с чаем или кофе, сладости и елочные игрушки. Кроме того, в списке книги, парфюмерия, косметика, наборы для творчества или теплые вещи. Третьи респондентов заявили, что их лимит суммы ограничен и составляет 500 рублей. А 40% опрошенных отметили, что максимальная стоимость подарка составляет до 1000. Еще 19% заявили, что их лимит составляет до 1500. А 4% граждан поделились, что тратят на подарки коллегам до 2000 рублей. Сегодня профессиональный праздник отмечают российские спасатели. В МЧС России трудятся также пожарные, водолазы, кинологи, летчики и многие другие специалисты. Президент Владимир Путин подчеркнул, что в этом году спасатели ликвидировали последствия разгола стихии в Поволжье и Сибири. На Дальнем Востоке и Юге России эвакуировали граждан страны из опасных районов, в том числе и из зоны ближневосточного конфликта. Президент отметил возрастание роли МЧС в комплексном обеспечении безопасности России и призвал сохранять все положительные тенденции, достигнутые службой в последнее время. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил сотрудникам МЧС благодарность за спасенные жизни земляков, за готовность прийти на помощь всем, кто в этом нуждается. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что работа спасателя предъявляет особые требования к личным и профессиональным качествам сотрудников подразделения МЧС, военнослужащих гражданской обороны. Им присущие мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию, чуткость и сострадание. Глава города пожелала сотрудникам МЧС в любых обстоятельствах сохранять силу духа и уверенность. ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области отмечает 35-й день рождения. Созданный в сложное для страны время для борьбы с бандитскими группировками, мобильный отряд особого назначения сейчас остается на переднем крае борьбы с преступностью. В этом году бойцы ОМОН приняли участие в проведении более 440 специальных мероприятий. Спецназовцы задержали свыше 800 лиц, причастных к противоправным действиям, в том числе 96 подозреваемых в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъято большое количество взрывчатых и наркотических веществ – огнестрельное оружие. За годы существования отряда свыше 600 его сотрудников отмечены госнаградами. Поздравляя сотрудников ОМОН с юбилеем, временно исполняющий обязанности начальника регионального управления Росгвардии Евгений Нечаев поблагодарил их за достойную службу и профессионализм и вручил государственные и ведомственные награды. В общем и целом, как был отряд, скажем так, на передовых позициях по борьбе с преступностью, по поддержанию законности и порядка на территории нашей страны, так и остался. Так же, как и в то время и сейчас, каждый сотрудник должен отдавать часть себя работе на благо Родины и нашей страны. Живая история. В Самаре, в историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка, посвященная спецоперации. Экспонаты делятся на три группы. Как их собирали и что представлено зрителям в нашем сюжете. Живая история. Это каска самарского бойца, получившего ранение в зоне СВО. Сейчас он находится на лечении в госпитале. Экспонаты выставки, открывшиеся в историческом парке «Россия. Моя история», делятся на три группы. Одна из них касается жизни отряда «Барс-15». Это боевой армейский резерв страны. Он состоит из казачьего добровольческого отряда «Ермак» и комплектуется казаками войскового казачьего общества и жителями Самарской области. Был сформирован в мае 2022 года. А сейчас государственными наградами отмечены более ста казаков. Безусловно, они достойны уважения, достойны того, чтобы о них помнили. И вот эта экспозиция будет как раз-таки напоминанием, прежде всего, нашему подрастающему поколению, всем, кто интересуется историей России, ну и, конечно же, ветеранам, которые прошли зону специальной военной операции. Главная цель – это, конечно, пропаганда подвигов наших бойцов, пропаганда достижений нашего государства, его строительства сегодняшнего, то, как видоизменяется наша Родина, как она более ответственно относится к своим героям. На самом деле, очень важно воспитывать в детях, во всем подрастающем поколении молодежи патриотизм. По словам работников исторического парка, организовать выставку было непросто. Обычно музеи работают с фондами. В данном случае экспонаты предстояло собрать. Проект состоялся благодаря нашим партнерам. То есть, как говорится, с меру по нитке мы собрали информацию, материалы, предметы. И очень я благодарна этим людям, этим организациям, что мы вместе могли создать такой вот интересный проект. Часть экспонатов предоставила Самарская 132-я школа. На базе учебного заведения работает музей. И в этом году мы открыли новую экспозицию, посвященную СВО. Мы собирали ее покрепиться. У нас есть свой герой. Это не наш выпускник Богояров Сергей Валерьевич, но он друг нашего выпускника. И вот наш выпускник привел его к нам в школу. Сергей Богояров пошел добровольцем в зону СВО в мае 2022-го. Полгода прослужил в отдельном добровольческом отряде Барс-3 на Запорожском направлении. У меня дед воевал, он кадровый военный. И мне не смог сидеть дома, смотреть по телевизору, что там происходит. Гордость музейной коллекции. Вот такие печи, получившие название «Самарочка». Бойцам в зону СВО их передал общественный фонд «Звезда Элира». Разработали печи в Самаре. Они работают на жидком топливе с применением капельной системы. Практически не выделяют дыма, а значит, не раскрывают местонахождение бойцов. Андрей Бессонов, Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События. В Куйбышеве в годы войны была написана и впервые исполнена знаменитая Седьмая Ленинградская симфония Дмитрия Шестаковича. Как это событие встретила запасная столица? Ответы на этот и другие вопросы узнала Елена Чернявская на открытии выставки в Самарской областной библиотеке. Большой театр в Куйбышеве. 1941-1943. Афиши спектаклей и концертов. В выставочном пространстве отдела редких книг Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась выставка с редкими афишами спектаклей и концертов. Экспозиция посвящена творческой деятельности артистов Большого театра, эвакуированных в областную столицу в годы Великой Отечественной войны. Библиотека в то время тоже жила в Доме культуры по соседству с Большим театром. И поскольку библиотекари люди очень собирательные, то в фондах нашей богатейшей и старейшей библиотеки у нас сейчас находится 150 афиш, связанных с жизнью Большого театра, с его театральной концертной деятельностью в Куйбышеве. И центральное место по праву занимает единственная в мире афиша «Подлинник». Это премьерная афиша 7-й симфонии Шостаковича, которая, как известно, была исполнена впервые у нас в 5 марта 1942 года симфоническим оркестром Большого театра. В преддверии грядущего 250-летия Государственного академического Большого театра России, который состоится в 2026 году по инициативе президента Российской Федерации, по всей стране проводятся тематические культурные мероприятия. Самарско-областная универсальная научная библиотека не осталась в стороне и приглашает жителей города на экспозицию, которая приоткроет важную страницу в истории музыкальной культуры военного Куйбышева о работе Большого театра СССР. Средним тиражом афиши Большого театра выходили где-то 175 экземпляров, было меньше, но самый большой тираж был у той самой афиши 7-й симфонии 5 марта 1942 года. Она вышла тиражом 250 экземпляров. Ну а так в среднем афиши, например, концерта Ивана Козловского, 225 экземпляров, такой достаточно был крупный концерт. Весь сбор с этого концерта пошел в фонд обороны. Посетители выставки смогут увидеть десятки подлинных афиш концертов и спектаклей тех лет, которые воссоздают театральную концертную жизнь тылового города. Познакомятся гости библиотеки и с редкими печатными изданиями о Большом театре, узнают о его деятельности в эвакуации и о работавших в нем знаменитых артистах и музыкантах, рассказы о которых можно будет найти как в сохранившихся воспоминаниях очевидцев, так и в современных исследованиях, представленных в экспозиции. Выставка продлится до 22 марта 2024 года. Вход свободный. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События. Эхо волшебного леса. Спектакль под таким названием прошел в театре «Витражи» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В зрительном зале собрались около 300 человек – дети и их родители. Подробности в нашем сюжете. Надеть и лучшее платье или костюм и погрузиться в атмосферу сказки и добра. Самарский художественный театр «Витражи» собрал детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы показать им новогодний спектакль «Эхо волшебного леса». В лес полный зверей, которыми командует ворчливый, а порой и злой дядюшка Ау, попадает девочка Римма. И все меняется к лучшему. В лесу воцаряется дружба и атмосфера взаимопонимания. Артисты трепетно относятся к деткам с ограниченными возможностями по здоровью. Стараются каждому уделить внимание. Стараются, чтобы все были участниками праздника. И я думаю, что праздник принесет радость и детям, и их родителям, и нам, артистам. «Это не первый спектакль для детей с ОВЗ. Мы часто показываем спектакли. Иногда просто бывают реакции в зале детей. Где-то все тихо сидят, кто-то там обрадовался очень сильно, не смог сдержаться, выкрикнул что-то. Нас это не смущает. Мы рады, что есть реакция. Дети с удовольствием смотрят. Но, в принципе, разницы я большой не вижу». В зале театра «Витражина» спектакль собрались около 300 человек – дети и их родители. А после их ждало представление у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Нам очень понравилось представление. Актеры сыграли просто превосходно, замечательно. Елка тоже очень хорошая. Детям понравилось». «Мне понравился спектакль, который показали. И сама елка, соответственно, там, где радикатная программа для детей именно. Где Дед Мороз, Снегурочка. В принципе, все принимали участие, даже родители принимали участие. В общем, все хорошо прошло». Благотворительные спектакли для детей с ограниченными возможностями здоровья театр «Витражи» проводит регулярно. С 2012 года его артисты принимают участие в программе «Мы разные, мы равные». Виктория Шарая, Петр Паломеев, События. Аналитики Яндекс.Путешествия определили самые востребованные направления для поездок самостоятельных туристов в этом году. В список лидеров вошли Москва, Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Значительно вырос спрос на отдых в Анапе, Геленджике и Самаре. А вот среди заграничных направлений россияне чаще всего заказывали отели в Белоруссии, Турции, Казахстане, Армении и Абхазии. Хоккеисты «Лады» уверенно переиграли лидера Восточной конференции КХЛ – Магнитогорский металлург и смогли приблизиться к ним в турнирной таблице. Юные самарские баскетболисты не смогли победить на соревнованиях в Краснодаре, а в регионе будут развивать современное пятиборье. О новостях спорта расскажем в нашей рубрике. Хоккеисты «Лады» взяли верх в битве лидеров Восточной конференции в КХЛ. В гости к тольятинцам приехал магнитогорский металлург. Хозяева с первых минут играли быстро и агрессивно, не давая оппонентам выходить из собственной зоны. Это преимущество удалось реализовать. Тольятинцы трижды породили ворота уральцев. В начале второго периода волжане еще раз отличились и стали играть спокойнее, даже отдав инициативу гостям. Те смогли забить лишь один гол. А в третьем периоде тольятинцы восстановили разницу в четыре шайбы. 5-1 победа «Лады». В Краснодаре с 20 по 25 декабря проходил первый полуфинальный этап первенства «Дюбл». Он сложился неудачно для «Самары». Команда уступила во всех пяти сыгранных матчах. Юные самарцы начали турнир с двух крупных поражений от «Зенита» и «Руны», а затем в трех матчах уступили лишь в концовках. ЦСКА, МБА и «Локомотиву Кубань». С 4 по 12 февраля в подмосковном Новогорске состоится сбор женской баскетбольной сборной России. В расширенный список кандидатов на участие в сборе включены 24 игрока, в их числе форвард «Самары» Дарья Курильчук. В самом учебно-тренировочном мероприятии примут участие 18 спортсменок, чьи фамилии определятся позднее. После сборов состоятся два товарищеских матча с национальной командой Республики Беларусь, которые пройдут 10 и 11 февраля в Минске. Федерацию гандбола Самарской области возглавил Юрий Морозов, сообщается на сайте гандбольной «Лады». Внеочередное заседание организации, на котором состоялись выборы ее президента, прошло во вторник. Процедура была проведена путем открытого голосования. Все члены федерации единогласно проголосовали за предложенного кандидата на вакантную общественную должность. В Самаре на стадионе «Орбита» появилась сертифицированная полоса препятствий, соответствующая всем правилам и регламентам Международного союза современного пятиборья. На ней смогут тренироваться профессиональные спортсмены, а также начинающие атлеты, оттачивая свое мастерство в новой спортивной дисциплине. Уже после Олимпийских игр в Париже в современном пятиборье произойдут изменения. Верховую езду заменят на преодоление полосы препятствий. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской приглашает к участию во всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре». Подать заявку можно по всем направлениям любительского спорта – от корпоративных физкульт-программ до дворовых футбольных команд и лекций о пользе подвижного образа жизни. В течение сезона участники проходят обучение, обмениваются опытом и находят новые идеи для развития. А самые яркие и интересные проекты получат признание и денежные призы. Все подробности на официальном сайте конкурса «Ты в игре». В новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать до 3 утра 1 января. Далее с 5 утра и вплоть до 8 января транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня. Самарский метрополитен с 30 декабря и по 8 января будет работать в режиме выходного дня с 6 утра до 24.00, информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года. Их замена на карту жителя Самарской области началась 1 января этого года и уже более 110 тысяч жителей воспользовались этой возможностью. Чтобы не создавать ажиотаж и огромные очереди, накануне новогодних праздников было принято решение продлить срок действия социальных карт, пишет телеграм-канал Советского района. В телеграм-канале Ленинского района можно узнать, где покататься на коньках под открытым небом, в какие дни работают городские катки, а также во сколько обойдется зимнее удовольствие. Например, на площади Куйбышева по традиции будут залиты два катка для катания и для игры в хоккей. Рядом также будут работать прокат, заточка коньков и раздевалка. Каток будет работать круглосуточно. На площади Славы каток залит вокруг новогодней елки. Он работает с 11 до 23 часов с техническим перерывом с 15 до 16 часов. Покататься можно и на набережной. Каток начинается от Маяковского спуска и заканчивается у ЦСК ВВС. Работает с 10 до 22 часов с полчасовыми техническими перерывами в 14.18.00. Также катки есть и в городских парках. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин